всем привет с вами светлана и сегодня хочу предложить вам новый тег который будет называться вышивка в отпуске он у меня придумался вот совсем тут недавно несмотря на то что в отпуск я не собираюсь но видимо мои мысли об отпуске так живы то есть мне туда хочется поэтому наверное вот и навеяла такой тег и так давайте по вопросам первый вопрос и буду вышивать и соответственно вам отвечать на вопрос первый вопрос всегда ли вы берете с собой вышивку в путешествие в поездку или в отпуск что я вам могу сказать к сожалению здесь будет очень быстрый ответ потому что я всегда беру с собой вышивку он так получилось что самый первый раз когда мы поехали с мужем в отпуск это был 2006 год до того момента не получалось нам вдвоем куда-то выбраться потому что и дети нужны там всякие разные вот но в 2000 году мы с ним поехали отдыхать вот так тому времени я сшила картину хает рождество вот и эту-то картину я с собой и взяла сейчас я с трудом вообще себе представляю вообще как я это могла сделать но я конечно взяла несколько ниточек которые я вышиваю обычно по цветам я взяла несколько ниточек которые мне могут понадобиться схему и взяла пяльца тогда еще вышивала на пяльцах взяла пяльца с самой работой вот ну в следующих вопросах я еще вернусь к этой картине и к этой истории там еще будет о чем рассказать а мы с вами переходим к следующему вопросу и следующий вопрос звучит так насколько вы испытываете необходимость вышивать в отпуске оцените по десятибалльной шкале я человек порывистый и когда я писал этот тег мне казалось что я отвечу 10 баллов то есть настолько я прям сильно люблю вышивать в отпуске но немножечко так остудив свой пыл и подумав я могу сказать что нет не 10 конечно потому что ну я испытываю острую необходимость вышивать вышивки в отпуске потому что вышивка для меня это всегда релакс и для меня неразделимо но понятие отдыха я не могу себе понять как я могу отдыхать совсем без вышивки но и только вышивая я тоже не отдыхаю но все чередуется но вышивка она является обязательным обязательной опцией в этом наборе которые обеспечивают мне отдых вот так вот я вам отвечу но если по больной шкале оценить то необходимость я испытываю на 7 баллов где-то следующий вопросик в каких местах вы вышиваете пояс самолет пляж отель ну во всех которые будут здесь перечислены я пришиваю причем так получается что у нас немножечко разные с мужем так сказать как это называется режим сна да вот это вот и он вообще предпочитает поспать днем например в отпуске и просыпается он тоже не рано а я просыпаюсь там с первыми петухами или даже до петухов и знать скорее 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 за вышивку и соответственно точно так же и получается что всегда когда он спит у меня есть свободное время я его провожу за вышивкой вот так в поезде вышиваю до самолете вышиваю обязательно это особый вид удовольствие вышивать самолете я не знаю мне кажется это какой-то какое-то открытие отдыха да вы можете как вот перерезание ленточки что-то сродни этому то есть повышевать самолете это значит что я вроде как открытие купального сезона значит что я начала своего отпуск вот где еще я вышиваю ну если это отель то везде абсолютно где есть какие-то более или менее уединенные даже не обязательно уединенные места и на пляже и на шезлонге и у бассейна и общем то я раньше испытывала какие-то неловкости связанные с этим ну то есть люди подходили спрашивали а сейчас что-то почему-то не подходит но как-то может быть я сама к этому стала спокойнее относиться и поэтому наверное так такой актуализации особой нету да ну вышивая и вышивая ничего там особенного нету и никого это особо и не волнует ну конечно может интересуются люди но я спокойно к этому отношусь вот следующий вопросик четвертый вы предпочитаете брать с собой маленькие проекты или размер не имеет значения ну как сказать раньше размер вообще не имел значения просто с собой брала свой текущий проект потому что раньше я вышивала один проект сейчас я вышиваю два проекта у меня в работе обычно два но иногда бывает один но зачастую бывает и два но вот я могу взять 3 тот который например я понимаю что я основную часть в отпуске успею отшить ну как например лаванду далее на вас он не лаванду верески их путаю всегда они у меня как партии ленин близнецы братья лаванды вереска вот мне нужно такой какой-то проектик который у меня летит то есть хотя на самом деле если честно в отпуске все время летит вышивка я начинала в отпуске вышивать лошадей она у меня там тоже хорошо очень продвинулась я даже не ожидала это видимо релакс на релакс накладывается и получается хороший результат в общем если отвечать на этот вопрос то сейчас я предпочитаю более компактные проекты с собой брать потому что понимаю что организации для меня немаловажно я не хочу там закапываться и тратить кучу времени на то чтобы заправлять нитки на искать эти нитки где-то я хочу как бы вот именно посвящает время вышивки поэтому конечно это проекты в основном какие-то маленькие но может переклинить и могу взять и большой и так пятый вопрос как вы выбираете проект который поедет с вами это один из текущих проектов или всегда новый отпускной ну вот ой я вас немножко качнул ну вот я уже сказала что может быть так может быть так и в моем случае были и такие такие варианты ну сейчас как-то я поскольку не особо выпуска езжу этим вопросом озабочена так что-то я потерялась идея сейчас я найдусь продолжим вот так что может быть это и отпускной проект ну последнее время я конечно предпочитаю что-то брать такой вот именно чтобы я раз и в отпуске отшила потому что у меня например остается прям четкое ощущение когда я смотрю на картину или на какую-то работу которую я вышивала в отпуске у меня прямо ассоциация с этим отпуском поэтому конечно скорее всего это отпускной проект следующий вопросик как вы организуете свой процесс какие аксессуары для вышивки вы берете с собой в отпуск ну раньше когда еще и всегда короче в отпуск вышивку и раньше мне просто необходим был пакетик в который влезали пяльца был отдельный там внутри лежал пакетик с ниточками ниточки у меня всегда на бобинках перемотаны и реолиз и не реолиз вот ну бобинки маркированы естественно в общем иголочка ножнички вот собственно наверное и все сейчас у меня есть такой ящичек маленький который переносной он вообще очень удобный в него вмещается достаточно много гаджетов рукодельных и там естественно меня конечно лежит уже и распарыватель и что там еще то у меня лежит и наперсток который мне нафиг обычно не нужно все равно беру вот и всякие разные дополнительные иголки в общем она нет как деватель которым я тоже редко пользуюсь это все конечно все делается для того чтобы скорее даже не столько облегчить работу сколько создать такой антураж отпускной что вот у меня с собой такая корзиночка с рукоделием это такое как какая такая атмосфера создается очень приятная для меня атмосфера творчества можно так сказать вот следующий вопрос извиняюсь меня окно открыто просто сейчас очень жарко и хочется я далеко от кондиционера и хочется немножечко воздуха поэтому громко очень машины шуми и так следующие да так я не до рассказал как я организую свой процесс у как обычно как бы бобинки на нитки на бобинках схема схема обычно у меня обязательно конечно не дал майдер он как держит схему прикрепляет ее к пяльцева или танку снапом что-то все все как обычно следующий вопросик случались ли курьезной ситуации с вышивкой ну например упала в море залили коктейлем забыли в номере или еще какие-то дела кстати не знаю вот когда я писал этот тег почему забыли в номере ну и что что забыли в номере ну потом пришли и взяли быть я имела ввиду что вы забыли чужом ну не знаю короче говоря про курьезы почему я это вспомнила потому что конечно курьезы были и один из курьезов как раз был с рождеством моим в этой самой первой нашей поездки на море и мое рождество не то я не то муж залили кока-колой там был такой даже не то что в общем почему-то я утром проснулась увидела вышивку она не такой круглые такие знаете как след от стакана с кока-колой который значит был нужен короче говоря ужас 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 вот но я вам хочу сказать что конечно отстиралась кукол было самое ужасное что прям на самих крестиках и нас на таких таком светлом участке но все отстиралась во-первых спешу вас обрадовать а второе мне эта история дала очень такой хороший опыт я всегда теперь очень внимательно слежу за своей работой и не беру я ни в какие рестораны или туда где есть еда или питье и у меня всегда работа отделена от еды вот поэтому такой вот такой вот опыт у меня был ну какие еще курьезные случаи с шотландским вереском был но не знаю курьезный ли это случай я начала его вышивать на пяти дней это было в турции и аниматор один проходил увидел что я вышиваю начнука не подошел спросил там что ты делаешь я ему объясню он сказал но я у тебя это забирают это шьешь для меня и в общем у нас такая была с ним игра он каждый день видел меня и спрашивал ну как там уже моя работа уже готова я могу уже забирать ее но это не курьезный случай но такое тоже смешно и запомнился не почему там вот лошади у меня значит я вышивала на пирсе на морском и волна окатила но не то что прям все всю картину какие-то брызги попали на эту вышивку в результате чего она долгое время пахло морем ну тут вообще никаких проблем потому что там и изображено море пахнет она морем вообще шикарно после того как я конечно ее там стирала гладила и всякое такое она уже перестала пахнуть морем но сам факт вот этот вот он запомнился очень сильно вот вот вроде какие-то вам случаев припомнились больше вроде никаких если чего еще вспомню еще расскажу так восьмой вопрос каковы ваши отпускные вышивальные успехи удается ли отшивать задуманные или обращаетесь к вышивке только в редкие моменты ну все очень относительно все зависит очень от ситуации от того когда мы едем с кем мы едем потому что когда мы допустим ездили втроем мы брали дочку еще с собой вот сын уже взрослый с нами не ездит с нами интересно вот хотя ну какое то время мы ездили и вчетвером тоже да когда мы ездили кстати вчетвером я не брала с собой вышивку но когда мы ездили втроем это было замечательно потому что папа был все время занят с дочкой они там плавали на переконки что-то у них какие-то были там в бассейне соревнования еще что-то они там смеялись хохотали в общем они были заняты и я значит максимально много успела отшить вот когда мы вдвоем с мужем конечно мне нужно уделять время ему потому что ему хочется со мной пообщаться не только так вот просто вербально до чтобы я смотрела на вышивку и разговаривала с ним но и глаза в глаза да и как-то похохотать куда-то сходить какие-то общие впечатления вот это все конечно очень важно поэтому когда мы вдвоем я вышиваю гораздо меньше вот так ну сейчас прервемся на секундочку потому что мне нужно переставить камеру а то я не вижу схему так но я тут как-то извратилась одной рукой придется шить потому что другой рукой я буду держать камеру не получается мне как-то со штативами и не хочется мне не время терять на это ничего так значит в общем дальше на каком вопросе остановились а ну так вот все-таки продолжу 8 вопрос удается ли вышивать много либо все-таки вернее как завершу вот вопрос да удается ли вышивать много или обращаясь к вышивке в редкие моменты так я не я так не могу у меня одна рука туда смотрит другая сюда смотрит глаза у меня тоже разбегаются общем как бы мне не окосить от такой съемки в редкие моменты если и мы вдвоем сможем а если есть еще кто-то с нами отдыхает то конечно здесь попроще и я могу побольше вы вышивать и так следующий девятый вопрос как относятся ваши близкие которые отдыхают с вами к маньячному стремлению вышивать всегда везде и даже в отпуске ну здесь надо отдать должное тому что мой муж эволюционирует очень сильно ману его вернее отношение к моей к моему хобби да и и если раньше там было какое-то такое немножко даже слегка негативное отношение может быть не негативное но немного нервная да то есть такое ревнивое скажем так то сейчас он интересуется что я возьму что я буду шить и и большое лето и причем даже он готов упаковывать это все и даже безропотно чуть ли не станок с собой вести лишь бы я отдыхала нормально вот поэтому в этом в этом в этой ситуации такая эволюция отношения конечно произошла он еще пока радостно не сверлить дырки в стенах для новых картин с этим у нас проблема потому что он считает что портить стены но с другой стороны я говорю ну мы же не выбросим эти картины и не будут дырки потом одни на стенах в общем он задумывается и пока он пока задумывается у нас есть энное количество болтиков или как они там называются шурупиков на которых висят картины и я просто меняю экспозицию вот так что что близкие мои относятся хорошо они знают что это это часть меня это очень для меня важно и от того как я буду буду ли я вышивать и зависит мое эмоциональное состояние поэтому они абсолютно спокойно и радостно относятся к моему хобби но в конце концов я же не там там напиваюсь каждый день а по всего лишь вышиваю и поэтому ничего плохого здесь нет так десятые окончательный вопрос этого тега поделитесь воспоминанием о какой нибудь работе которую вы вышивали в отпуске который дарит вам воспоминания о тех днях ну я уже с вами делилась про лошадей воспоминаниям да вот ну самая свежая это вот поездка была в питер наша с мужем это тоже был такой маленький отпуск хотя мы там были всего три дня но если там считать то вообще всего два да но если считать всякие приезда отъезда вот и я вышивала корсетики в сапсане мы ехали в самом питере я ничего не отшивала и настолько была потрясена городом что я просто вот была в ком-то захвате мне совершенно не хотелось не вышивать то есть мне хватало эмоций впечатлений с лихвой вот но сейчас пока корсетики не оформлены но тем не менее когда я их они мне лежат в моем ящичке маленьком для рукоделия и когда я их оттуда достаю ну либо у меня взгляд падает на них потому что я ковыряюсь в этом ящике и там что-то там ищу то прямо воспоминания нахлынивают на меня огромными волнами вот а еще я помню что я брала с собой тоже в Турцию хает дошивать свой бабочки такие Celtic Trinity по-моему называется вот и эти бабочки они у меня там оставалось достаточно большой кусок практически лист вот я за две недели отдыха этот лист дошила вот но к сожалению бабочки они ну не к сожалению или к радости я не знаю я бабочек подарила своей сестричке вот потому что там было трио бабочек а у нас в семье нас четверо и поэтому ну никуда эта картина у меня никак не билась и она у меня вот я уже когда начала вышивать я поняла что это для нее вот поэтому вот такие вот у меня были воспоминания такой вот вам тег хватайте кому нравится кому не нравится не хватайте вот всем желаю всего самого доброго очень надеюсь что тег вам более или менее понравился и что вы тоже присоединитесь к ответу на эти вопросы вот ну до следующих встреч и всего самого-самого доброго оставайтесь со мной покипеть ну о о о о о о о Субтитры создавал DimaTorzok